Сегодня очень интересное для меня, по крайней мере, обсуждение. Меня зовут Александр Аркадьевич Высоковский, я декан высшей школы урбанистики, ну и кроме того, я уже более 30 лет занимаюсь исследованиями и практиками, различными практиками в области градостроительного проектирования, всяких урбанистических студий и написания статей, книг и так далее, и так далее. Ну вот, создав в прошлом году Высшую школу урбанистики в университете Высшей школы экономики, это для меня тоже новый этап. В каком-то смысле это для меня стало таким временем знакомство с широким кругом людей, не просто занимающихся градостроительством и урбанистикой, а заинтересованных в этом процессе, это другое, это люди, которые не хотят или может в будущем захотят, но пока не связывают свою жизнь с профессиональной деятельностью, целиком и полностью погруженной в сферу градостроительства или урбанистики, но заинтересованы в городе и им интересно участвовать в развитии городской среды. Это то, что мы сегодня назвали бы таким, может быть, не очень точным отвечающим содержанию, но вполне выражающим сути это явление городской активизм. Люди, заинтересованные в городе. Вот сегодня мы и начинаем, как я понимаю, новый цикл в рамках, как я понимаю, лектория Политехнического музея, связанный с развитием разных аспектов городской среды. И сегодня меня попросили рассказать на вовлечении жителей в процесс формирования среды. Вот я подготовился к тому, чтобы говорить, эта тема для меня не новая, я довольно часто по этому поводу выступаю, того, что мне предложили шесть тем, которые я потихоньку вам расскажу. Я думаю, мне на это потребуется минут 45-50, может быть, чуть больше, как пойдет дело, как я буду быстро ворочать языком. А дальше все-таки мне хотелось бы попытаться поговорить на эту тему с вами, ответить на ваши вопросы и выслушать ваше представление. Это может быть самая интересная и уж приятная часть нашего сегодняшнего погружения. Ну вот, теперь, сказав вот эти вводные слова, мы перейдем к самой истории. Первая тема, довольно важная, связана с пониманием, с термина и самим понятием право на город. Что это такое? Довольно часто его употребляют. Право на город как термин возникло довольно давно. Я не знаю, этимологию, может быть, это и в римском праве было. Я не знаю. Но в научный обиход нового времени право на город введено социологами, философами, марксистами. И введено в 60-х годах. В частности, именно этим правом был озабочен Лефевер, напишавший знаменитую книгу «Производство пространства». Это марксистская книга, которая довольно пессимистичная, которая во всем и всяк, во всех проблемах города обвиняла, естественно, капитализм, что вообще недалеко от истины, но тем не менее. И, во-вторых, ввела в оборот такой, как бы, научной общественности понимание того, что городское пространство – это совершенно не физическое пространство, а пространство социальных практик. То есть, это метрика, в которой физические объекты существуют только лишь потому, что они являются сюжетами одновременно человеческого поведения. И не просто индивидуального поведения, а социальных взаимодействий разных родов, что, собственно говоря, и называется социальными практиками. Для того, чтобы ответить на вопрос, откуда и как возникает это право, чтобы вскрыть механику этих простых слов, я должен отступить шаг назад от этого термина и сделать небольшой теоретический экскурс. Понятие городской среды, в общем-то, довольно часто или среды обитания используются всеми людьми. Это на слуху. И, как правило, городскую среду понимают как нечто всеохватное. Это все и сразу. Вот все, что такое, вы знаете, должен сказать, что это не так. Это такое банальное и очень поверхностное и далеко не точное определение городской среды. Все-таки городская среда – это, будем говорить, некое физическое окружение, здания, дома, машины. Это социальная организация. Это люди, которые взаимодействуют с собой. Но самое главное, что все это неким особым образом соединено с человеком, это симбиоз между сознанием и ощущением, присутствующим у каждого человека и окружающей его реальностью. Вообще-то городская среда – это то, что освоено или коллективным субъектом, группой, сообществом, двором или городом, или конкретным человеком. Но это обязательно всегда некий мостик, что очень точно выражается в русском языке. Среда, середина, некая промежуточная, втягивающая в себя с одной стороны и физическую составляющую или социальную составляющую, и непосредственно ощущение человека. Можно так несколько грубовато, но представьте, что городская среда – это то, что непосредственно освоено и пережито. То, о чем человек думает, знает, включает в свой эмоциональный мир, в непосредственно различимый им, увиденный им локус. Вот что есть внутри вас, то и есть городская среда. Городская среда – это не научная, не специальная, профессиональная. Нет, это состояние повседневности. Городская среда возникает везде, где есть люди. Человек не может жить, не освоив вот это окружение. Окружение превращается в среду путем вот этой сложной работы, с помощью которой человек овнутряет внешнюю по отношению к нему эту физику. И вот три кита городской среды – это физическое окружение, архитектура. Как правило, физическое окружение поставляется в наш город некими властными институтами. Эта власть определяет, где прокладывать улицы, заказывает архитекторам или городостроительным проекты, привлекает девелоперов или застройщиков, чтобы они строили. Это прерогатива власти. Физическое окружение не в нашей с вами реальных возможностях. Вторая часть – это социальная организация. Но это тоже, куда мы встраиваемся. Социальные институты существуют вне нас и без нас. Они будут существовать в таком или ином измененном виде. Мы не можем на это влиять. И третий кит городской среды – это мы с вами, субъекты этой среды. Вот тут мы можем проявить активность и вести себя в двух первых составляющих среды – в физическом и социальном окружении активно. А что это значит? Мы будем вести себя избирательно. Мы будем ходить по тем улицам, которые нам нравятся, и не ходить по улицам, которые нам не нравятся. Мы будем замечать то, что нам интересно, и стараться не замечать, что нам не интересно. Мы будем ставить знак «плюс» и эмоционально себя отождествлять с теми элементами, которые соответствуют нашему представлению о том, что такое хорошая качественная среда. И наоборот, ставить знак «минус» и эмоционально отторгать то, что, как говорят в председании, на периферию нашего интереса то, что нам не нравится. Таким образом, процесс создания среды, субъекта среды – это активный процесс включения сознания и взаимодействия с первыми двумя элементами, которые с нас не зависят. Вот это преамбула, которая нам важна для того, чтобы перейти к пониманию, что такое право на город. Дело в том, что в результате вот такого освоения, создания среды, пространство города, некое безликое вначале, геометрическое пространство, кем-то созданное и продолжаешь создаваться, овнутряется нами и делится строго на две части. На то, что мы непосредственно считаем своим, ну, например, в большей степени это связано, скажем, с квартирой, с двором, с нашей личной площадкой, вот с тем, что мы действительно наполняем своим каждодневным и повседневностью. И пространство, которое мы принципиально мыслим как общественное, публичное, где я и другие могут находиться одновременно. Вообще-то, вот это разграничение свои, чужие, это фундаментальное разграничение средовой плоскости. Человек всегда метит свое персональное пространство и регулирует доступ к этому персональному пространству всеми возможными ему средствами. И, собственно говоря, грамотное поведение человека в городской среде – это точное понимание границ и умение использовать эти границы. Вот здесь свое, а вот тут уже общее. То есть, там, куда могут прийти без моего спроса. Правильный, исторически сложившийся или, я бы сказал более точно, эволюционирующий, эволюционный город построен таким образом, что человек всегда хорошо различал свое и чужое. Чужое в смысле общественное. Вот есть это мое, а это мне не принадлежит, а принадлежит другому человеку, а вот это принадлежит нам всем. Вот способ вот этой пространства и такой организации, где хорошо люди понимают разницу своего и чужого – это простой квартал. Квартальная застройка с выделенными участками, это называется парцеллы, домохозяйств. И тогда всегда видно, вот все, что внутри квартала, внутри парцеллы – это наше. Или мое, или наше. И я знаю наперечет всех соседей, я могу с ними договориться, я могу с ними построить отношения. А вот все, что за фасадом на улице – это не наше. И не мое, и не твое – это общее. Я не могу сюда запретить приходить вот тем людям, которые мне не нравятся. Оно доступно для всех. Так вот, право на город – это право человека участвовать в формировании своей среды и среды общей, но, естественно, с разной степенью воздействия на эти разные части. Самое сильное право есть у человека на формирование своей персональной и, естественно, персональной среды. Это дом, это квартира, это ваша комната. Это то, что вы или купили, или еще каким-то образом закрепили с собой на правовом основании. Меньше права, но у вас есть возможности на то пространство коллективного собственности. Предположим, у вас есть кооперативный дом, или это ассоциация товарищей, или что-то еще, или двор просто, который вы много лет знаете, знаете соседей, и это коллективное пространство вы также контролируете. Но другое дело, что у вас есть слабое влияние и на публичное пространство, поскольку вы являетесь членом этого городского сообщества. Вы живете в этом городе, и поскольку вы имеете право, и поскольку вы вкладываетесь в этот город, вы здесь работаете, вы платите налоги, вы ходите и поддерживаете других экономических субъектов, здесь растут ваши дети, вы член, наконец, гражданин. И таким образом вы поддерживаете некий порядок. Все это дает вам некую толику, небольшую, но дает толику право и на общественное публичное пространство. Другое дело, мы по этому поговорим позже, каким образом это право можно реализовать. право на город. Таким образом, суть понимания права на город заключается в следующем. Право на город – это ситуация, когда формирование среды производится в интересах человека и защищено правовым образом, законами и другими нормативными актами. Но этого мало. Право на город, когда закрепленная правовыми актами ваша возможность влиять на формирование среды еще поддержана и реальными социальными практиками. Для нас, как вы понимаете, это очень актуально. У нас есть много законов, то или иное разрешающее, но практики использования и употребления реализации этих законов таковы, что или управленческими делами, или какими-то еще там способами нас снова по-прежнему отрезают от этого права. Значит, что мы все-таки должны запомнить? Что право на город есть у всех на все пространства, но оно может быть реализовано в разной степени. Теперь мы двинемся дальше. Встроен ли, в принципе, российский горожанин в систему принятия решений по поводу городской среды? Что из этих трех китов, названных мной в начале, участвующих в формировании городской среды, можно квалифицировать как элемент встраивания? Да, конечно, нет. Да, конечно, не встроен. Совершенно не встроен советский человек, я оговорился, российский. Почему так случилось? Ну, потому что советская власть с самого начала, как только она появилась с 18-го года, как она устанавливалась в разных городах и весях, она началась с фундаментальной идеи разрушения частной жизни и контроля над средой обитания. Собственно говоря, это и было войной, которую советская власть вела за власть, как бы. Это была не просто власть, в этом суть тоталитарности этого режима, который шаг за шагом отвоевал у людей не просто свободы, а свободы, касающиеся организации персональной частной жизни. Первый этап, с которой советская власть стала приручать людей к тому, что у них нет свободы, это был отъем физического пространства. История ведь начинается с того, что где-то с конца 20-х годов начинается массовое переселение людей из села, из сельского вообще государства, деревенского государства в города. Индустриализация, там все эти разговоры, вы прекрасно знаете, я не буду еще делать исторические экскурсы. Я даже не хочу об этом говорить, вы это без меня знаете. Важно, что хлынула огромная масса людей, которая чудовищно переуплотнила существующий жилой фонд. Это такая чудовищная история, описанная многими замечательными писателями, поэтами, когда, собственно, у людей не осталось персонального пространства. Я вам приведу замечательный стишок, его Ирина Адоевская. Такой замечательный поэт относит к 21-му году к частушку, которую она слышала на улицах. Она пишет, в Москве на Басманной улице из шести комнат 21 жилец. Классика коммунальной квартиры. «Всех возрастов и всех полов живут в тесноте и в обиде». И вот она приводит такую частушку. «Эх, привольно мы живем, как в гробах покойники. Мы с женой в комоде спим, теща в рукомойнике». Таких свидетельств там тысячи. Это было первое. Человека приучали к отсутствию у него физического персонального пространства. Ну, потом власти постарались вообще лишить людей свободы. И лагерная среда для огромного количества миллионов стала средой обитания. Но даже не это. Важно, чтобы был еще второй этап. После лишения физической свободы, советская власть занялась перерождением человека, созданием нового социального человека – homo советicus. И это было, пожалуй, самым болезненным. Инакомыслие вначале искоренялось. Ну, просто цвет наций был отправлен, выслан. Кто не выслан, тот послан в лагеря. Потом, следующим этапом, стали посылать уже не меча людей. Что вот этот правильный, этот неправильный. Этого есть за что, этого нет за что. Просто стали отправлять в лагеря. Просто убирать людей. Начались какие-то чудовищные объяснения. Были такие специально сделаны экономические выкладки. Была экономика эта лагерная жизнь. Суть всего этого… О, это мои студенты, видите, как всегда вовремя. Суть этого заключалась в том, чтобы переродить человека, сделать нового человека с менталитетом, который не был бы освоен на понимании того, что у него есть личные свободы и связанные с личными свободами некое персональное частное пространство. Или в том, что публичное пространство – это то пространство, на которое он также может рассчитывать, как и любой другой горожанин. Перерождение чудовищным репрессивным аппаратом шло долго и страшно, и оно принесло свои плоды. Отец мой боялся рассказать мне о том, как все это происходило. Он бежал… Его выгнали из комсомола, потому что он был сыном кулака. А кулака там… Ну, понимаете, как-то легко было быть записанным кулаки. Он от этого бегал, он прятался в армии, он пошел на войну для того, чтобы не быть лагерейкой и так далее. Все это я узнал практически в последние дни, когда вдруг он мне стал рассказывать. что-то с ним произошло, когда он умер уже через некоторое время. И я думаю, что он как-то рассчитался внутренне с этой жизнью и перестал бояться. Не за себя. За себя он никогда не боялся. За меня. Он не хотел, чтобы я превращался в антисоветчика, зная, как все это могло быть и что это такое. И никогда мне ничего не рассказывал. Это и есть, хомо советикус, напуганный до бесконечности человек. Были, конечно, другие люди, которые не боялись, которые смело могли вынести и лагеря, как Гинсбург, и кто-то еще, как Солженицын, как многие-многие другие. Ну, это люди-памятники. В большой массе люди боялись и город в каком-то смысле их предал, потому что это стало пространством социального террора. Но с некоторого момента начинается третий этап, когда человек, лишенный физического пространства и перерожденный в тоталитарном режиме, начинает его лишать и городского пространства, вот этого права на пространство. Есть точные даты, когда это происходило. Первая дата, это 55-й год, постановление комитета партии и совета министров об устранении излишеств в проектировании и строительстве. Это была идеологическая подкладка. Но полностью эта идея была реализована в 58-м году, когда вышел первый так называемый ПИН, тогда еще не были СНИПы, а правила и нормы планировки и застройки городов. Вот 58-й год, это такая тоненькая книжечка раритета, она у меня есть, она оформила другой тип организации пространства. Вот в этот момент в городах перестали существовать кварталы и перестала существовать четкая артикуляция пространства, когда идея права на мое освоенное в ядре среды, хорошо было зрительно видно, отделялась от публичного пространства, на которое имеют право все. Устранение квартала шло одновременно с созданием новой пространственной единицы, микрорайон. Вот 58-й год, это та дата, когда Хрущев замыслил осчастливить наконец людей и выполнить очень важное и нужное социальное действие, дать каждой семье частную, приватную квартиру. Они не были в собственности, но тем не менее так были построены все законы, что это почти что была собственность, это был такой практически пожизненный найм. В этом и заключается вообще-то всегда главное свойство советской власти. Это как знаете, королевство кривых зеркал, все то же самое, но как-то чуть-чуть искажено. Вот это правильная вообще-то идея, вынесенная Хрущевым из поездок в дружественные страны к дружественным коммунистическим партиям. Ему там возили его, показывали, как это устроено в Англии, как это устроено во Франции, как устроено в Германии. Он несколько таких сделал поездок и ему понравилась больше всего французская система вот этих малогабаритных квартир и так далее. И такая правильная идея вложить деньги, которые есть в стране и сделать индустрию для того, чтобы люди вылезли наконец с подвалов, из коммуналок и так далее, она была соединена со злодейской идеей убить город как совокупность публичных и частных пространств. Смешать артикуляцию пространства таким образом, что люди потеряли ориентацию, чтобы люди не знали, где то пространство, на которое они имеют право как субъект среды и то пространство, на которое они имеют право как член городского сообщества. Маленькое, но вот эта микрорайонная система, она стала жить и до сих пор живет. И если процесс создания Homo Sovieticus был кровавым, по оценкам людей, там до 20 миллионов людей пострадали только лишь в лагерях и были репрессированы и так далее, но по крайней мере он длился, ну если начать с 18 года по 57, ну 40 лет, то вот процесс разрушения освоенной, осмысленной городской среды, где право на эту среду выражено в физике, в планировке, в застройке, в архитектуре, этот процесс идет уже 50 лет и конца и края ему не видно. Вы понимаете, насколько это драматическая ситуация? Я ее приравниваю к ситуации террора в отношении личности. Это террор тоже в отношении личности, но не прямо, а косвенно продолжающийся террор в нарушениях наших пространств. Я хочу сказать, что вот эта доктрина микрорайона, такого так называемого, профессионалы это знают название функционалистского, функционального города с новой эстетикой, которая, эстетика технологии, бетона, минимализма, блестяще сделанная некоторыми такими архитекторами, как Корбюзье, например, и его соратники по всему миру, которые образовали такие много СИАМ, такой конгресс, много чего не делали. Этот вообще процесс захватил все страны. Не думайте, это не только здесь было в России. Вся послевоенная Европа и даже Америка, слово микрорайон это вообще американское слово, так между нами говоря. Это там родилась вот эта комьюнити, которая должна была иметь свой смысл. И в Англии это было, там имел это свой экономический смысл. Вот эта идея вот такого города с другим совсем способом устройства, артикуляции пространства захватила все страны. И послевоенная Европа, это еще мои студенты идут, они очень недисциплинированные, но очень хорошие, замечательные. Исправимся, да? А, вы доучились и пришли, да? Молодцы. Вот, началось во всех послевоенной Европе. Надо было строить быстро, начали вводить типовые индустрии типового строительства. Дома стали производиться как машины полносборные, такие, сякие, малогабаритные. Все принципы, которые мы знаем здесь, как нашу такую беду, они прошли по всему миру. Но, что случилось? Началось это в 50-х, в конце 40-х годов. А вот в 60-е годы, даже в начале 60-х годов, появились на Западе люди, которые осознали, куда этот процесс ведет. Вот Джейн Джекобс была одной из первых людей, которая написала про это в книге, что это разрушение эволюционного вот этого социальности, разлитой в городе. Когда люди могут организовать свою жизнь таким образом, что город им становится приятным полезным. Была не только она. Кевин Линч, в то время, будучи руководителем департамента, кому бы сказали, планирования в Бостоне, написал тоже замечательную книжку по этому поводу, где показал, что люди видят и осваивают город совершенно не так, как им предписывают вот эти архитекторы, создавая микрорайон. Кристофер Александер в это же время написал замечательную книжку, что город – это не дерево. В том смысле, что он не такой простой, там нет линейных связей, там все построено таким образом, что вы не можете просто так расставить дома и так далее, и так далее. В общем, этот процесс начался, и к 80-м годам во всем мире осознали, что микрорайонная организация ведет к разрушению городской среды и к правильному разрушению ощущения человека в городе. И, собственно говоря, с 90-х годов практически везде этот процесс в западных странах остановился. Больше так не строят. Все вернулись к развитию артикулированных квартальных пространств. Это живет сейчас история своей жизнью. В Америке появился новый урбанизм, который перекочевал Европу. Появились совершенно новые практики. Были уточнены то, что называется смешанное использование, насколько оно может быть смешанное, как это все связано с публичным и так далее, и так далее. Но главное, хочу сказать другое. Что этот процесс остановился в принципе в 80-х годах. Сносились буквально микрорайоны и строились другие совершенно виды. В некоторых странах это не произошло. Я, например, был на выставке в Амстердаме, где послевоенная застройка точно такая же, как у нас, с точно такими же выросшими там людьми, стала предметом художественной ностальгии. Это была выставка, в которой люди относились к этому, как отжившему явлению. Понимаете, она стала объектом художественной культуры. Это был такой сложный, интересный перформанс, в котором показывали, что мы там вырастили, то, сё там, женились, родились и так далее, развелись и снова женились, выпивали, закусывали, попали в тюрьму. Это была интереснейшая история, многократно сделанная, как художественная практика. Для меня это был ясный сигнал для того, что это уже не жизненная реальность, а реальность, которая осмысляется людьми, как художественная практика. Здесь ничего этого не было. Резумируя все эти дивные истории, можно сказать, что был трехэтапный период выталкивания людей из процесса формирования среды. Вкратце он выглядит, я повторю так, как я сказал. Первое, его сначала лишили физического пространства, потом его лишили социальной политической основы, как гражданина, и, наконец, самое последнее, его лишили артикулированного городского пространства, за которое сознание горожанина может зацепиться и сказать здесь и все. Это тотальное отрешение человека от города. Именно поэтому на ответ встроен ли человек в систему принятия решений, можно сказать, не только нет, но можно сказать, что сознательно оттуда вытолкнут. Ну хорошо, а какие это имеет последствия сегодня? Хочет ли на самом деле после того человек, переживший все эти этапы, переживший всю эту бурю эмоций и не в первом, не во втором и даже не в третьем поколении, хочет ли он вернуться и принять участие в определении городской среды? Ответ, конечно, заключается снова нет. В основном люди этого не хотят. Их так долго прессовали и так долго власть демонстрировала нам с вами, что все это бесполезно, что как бы вы там не дергались, все равно у вас ничего не получится. Мы решали и будем решать за вас, что у людей, конечно, в большинстве своем пропали интерес, вкус и желание участвовать в создании своей городской среды. Не хочет. Две основных причины, которые я выяснял неоднократно в разных опросах, обсуждениях, в которых я, как вы понимаете, принимаю участие на протяжении, по крайней мере, последних 20 лет непосредственно с жителями в разных своих проектах. Я говорю довольно часто, проводим социологические исследования. Я вам выскажу два основных позиции, почему люди не хотят. Во-первых, говорят, что мы заняты другим. У нас нет времени участвовать в вот такой как бы общественной, общественных процессах по созданию, по формированию городской среды. Для этого есть специальные люди, специальные интересы. Вот пусть они этим занимаются. А у меня на это время нет. Я занят работой тем-то и тем-то, выращиваю детей. Понятно? Второе, точно такое же массовое заключение, это в том, что это, конечно, можно было бы, если бы это отдало хоть какой-то позитивный результат. Если была бы отдача. Но это же совершенно тщетно. Сколько не бейся, как рыба об лед, все равно ничего они не изменят. Все равно система от дворника до градоначальника против нас. И совершенно ничего не получится. В последнее время появилась еще третья отговорка, не менее важная и не менее ясная. С людьми невозможно договориться. Ну и что, что я хочу? Ну да, я готов лопату написать, то, сё, активно участвовать в формировании среды. Ну так это же я, а я ни с кем, я с соседями не могу договориться. Ему скажешь одно, а он другое. Мы ни о чем не можем договариваться. Да, это три основных фактора, почему люди не хотят ни на каком уровне проявлять активность. И надо понимать, что это не дурной характер и не отсутствие гражданской позиции. Я бы сказал, что это существование людей, долго-долго живших под прессом. И я хочу сказать, что чиновники сегодняшние и сегодняшняя система управления довольно опытные люди. Они продолжают поддерживать вот именно эти мнения. Эти мнения культивируются. Чиновники не хотят, чтобы у людей возникли активности. Они все время с разными способами. Довольно, надо сказать, тонкими. Где процедурными, где социальными действиями. Я приведу только простой пример, который я так люблю. Вы помните, когда появились такие белые ленточки, когда мы стали протестовать против одного из такой социального грязной истории, когда невинный человек пострадал из-за губернаторов. И через некоторое время появились такие же ленточки, которые относились к 9 мая. Мы за победу. Понимаете, это такой классический момент перевести протестное направление в такое в нужное правильное русло самовыражения. Ну вот, не все равно, или белая ленточка, или гернистая ленточка, и все. И вот этот массовый протест, когда мы узнавали друг друга, потому что мы вешали эти ленточки, на машины привязывали, сразу же испарился. Это довольно тонкие технологии. И довольно часто мы, не замечая, попадаемся на эти крючки. А почему чиновнику это важно? Да потому что таким образом значительно проще скрывать свою некачественную работу, когда нет активного противостояния и активного контроля. Когда чиновник отвечает только перед вышестоящим чиновником, с которым он договорится, и который точно так же перед следующим. И вся эта цепочка взаимных внутренней ответственности, она все время обезличивает контроль и лишает реального контроля, когда ты зависишь от того, что тебя или рублем, или каким-то другим образом накажут те, ради кого ты работаешь. Как бы потребители. Есть еще один довольно важный механизм, почему люди не хотят участвовать, непосредственно проявлять активность. Это так называемый социальный феномен, я его называю социальный феномен бедности. Мы давным-давно уже не такие бедные. Но выясняется, что как только надо проявить какую-либо активность, это всегда связано с тем, чтобы вложить какую-то денежку. Очень хотя бы небольшую, но вложить. Ну например, вам надо закрыть двор, чтобы там парковались только вы, а не три соседних квартала и соседних улицы. Чтобы закрыть двор, надо поставить шлагбаум. Мы эту проблему решить не могли у меня в доме. Ровно половина людей отказались дать даже копейку. Мы говорили, хорошо, большую часть заплатим мы. Люди, у которых есть машины, которые кровно заинтересованы. А остальные, пусть хоть как-то нам. Нет. Не то, что денег. Мы сами заплатим. Мы не хотим, они говорили этого. От чего? Спросили мы этих людей. Вы не хотите, чтобы мы закрыли двор, чтобы было место парковки? Вы тычете нам своим богатством в глаза, сказали они. Если так попросту это объяснить. Нам не нравится, что у вас есть машины, а у нас их нет. Что вы будете здесь парковаться и нет. Что это? Это люди не бедные. Мы живем в таком довольно хорошем месте. И, понимаете, это давно уже перешли те границы, когда можно было сказать, что у них нет. Это даже не в деньгах дело. Люди просто не хотят пожертвовать чем-то, что не касается непосредственно вот самого их, частного, моего. Да, на мое я буду тратить. Как только надо потратить куда-то вовне, вступает механизм вот этой социальной бедности. Более того, очень богатые люди, люди имеющие значительные деньги, намного зашкаливающие, превышающие всех здесь присутствующих, ведут себя точно так же. Готовы швырять деньги направо и налево, чтобы удовлетворить свои прихоти, но как только касается, а давай за копеечку посадим там вахтера, сделаем то-то и то-то, да никогда в жизни. Ты чего? На живую тратить тоже не надо. Я проходил это, я делал, вкладывал свои деньги и эти истории, которые я вам рассказываю, этот феномен, он, к сожалению, обязательно его надо помнить, если вы хотите этим заниматься, вам придется так или иначе это преодолеть. Собственно говоря, нежелание людей вовлечься в формирование кровочной среды – это замкнутый круг. Потому что чем меньше мы хотим, тем больше власти и те люди, которые пользуются этим так или иначе профессионально, ну, например, ЖЭК или эксплуатирующая организация, или ЖКХ, вся эта система, тем больше они нас с вами загоняют в угол. И это порочный круг. Чем меньше мы вкладываемся в активность, тем больше нас от нее отрезают. И, собственно говоря, сейчас настало время, я думаю, последнее время, я уже не знаю, может быть точка невозврата, как говорится, уже пройдена, но я все-таки думаю, что еще нет. Еще есть некоторая маленькая надежда, но она близка уже к концу. Когда этот порочный круг можно и нужно разорвать. Когда, собственно говоря, понимание того, что надо перестать быть хомо советикус и надо перестать доверять свои интересы неизвестно кому, а самому взяться за это, наступил, я думаю, как самая насущная необходимость, примерно равная тому ответственности, как вы воспитываете своих детей и как вы относите их к своим родителям. Это примерно то же самое. В этом сидит та же самая мера устойчивости, устойчивости города и устойчивости нашей жизни. Ну хорошо, а достаточно ли нам с вами, если все-таки мы возьмемся за эту активность и вступим в этот процесс, достаточно ли нам умений, знаний, наших желаний для того, чтобы в этом процессе участвовать? Ну хорошо, ведь можно ведь к этому отнестись и по-другому. Можно же сказать, что да, я имею право на это дело и у меня есть все для этого предпосылки и давайте я буду этим делать, потому что власти делают плохо, архитекторы делают никуда не годящиеся здания, планировщики вообще кошмар, только и норовят разрушить город и сделать что-нибудь такое, что многого потом не оденешь. Ну а мы знаем, как сделать. То есть мы с вами, субъекты среды, люди, которые пользуются средой, не виноваты в том качестве среды, а виноваты всегда они. Я хочу здесь вам сказать одну пренеприятную вещь. Мы тоже во многом замешаны и виновны, может в меньшей степени, чем власти, но тем не менее тоже замешаны в том, что некачественная среда вокруг нас расползается, заползает во все наши поры нашей жизни. Ну вот посмотрите, я вам приведу такие яркие примеры, чтобы стало ясно, насколько вот это последствия человека, выросшего во втором даже и третьем поколении из советской жизни, насколько он готов или готов к качественной среде. Появились возможности строить и делать среду так, как мы хотим. Посмотрите, вся Московская область напихана коттеджными поселками, где каждый делает то, что он хочет. 80% этого всего, да нет, даже не 90%, это невыносимая архитектура, невыносимая такая вот странная, я сказал бы, среда. Но даже не это главное. Главное, что оказалось здесь, это забор. Героем нового освоения среды стал забор. И собственно говоря, тема архитектура заборов, это доминирующая тема сегодня в любой среде, которую создает современный наш с вами соотечественник. Более того, когда приезжаешь куда-нибудь в юг Франции, там в Италию или в Лондон и видишь такие вот субурби аккуратно сделаны, стрижены и вдруг натыкаешься на забор средь бела дня. В девяти случаях из десяти это наши люди купили здесь дом и первым делом сказали себе, господи, да как же я буду жить, когда я не смогу в трусах гулять по своему участку, ну конечно же надо поставить забор и тогда можно в трусах гулять по своему участку. Это вообще-то изумительное совершенно рассуждение. Оставаться хозяином на своем участке это означает вести себя ну как бы чуть-чуть неподобающим образом перед членами своей семьи. Это оказывается твои дети, жены или внуки твоих детей или там ну наоборот, да, оказывается они могут видеть вас в трусах и они это все воспримут нормально. И это совсем оказывается не та традиция, когда к обеду надо было выйти обязательно одетым цивильным образом и сесть за стол как некое действие. когда утром люди выходили, дамы причесанные, готовые и так далее, и так далее. Вот эта культура, отношение к нашим близким, внутри семейная культура, она ведь, вот она претерпела прежде всего самый урон. Она трачена этим всем безвременем, которое было. И поэтому, оказывается, ее, вот эту бескультурность внутренней жизни надо оградить забором и спрятать, чтобы не казаться смешным или неправильно понятым. Другая история нашего с вами сегодня менталитета нашего рядового человека, не власти, это те бесконечные преграды, которые ставятся уже в городском пространстве. Мы сейчас с моими студентами сделали такое большое исследование и проект развития нашего университета на исторической территории. И мы исследовали большой район, ну, относительно большой район в 100 с лишним гектар от Мясницкой до Солянки и ограничены бульваром. До угла там такой сквер защитников, пограничников, потому что здесь так называется. Вот этот кусок. Вот первое, что бросилось в глаза, когда мы провели обследование территории, что примерно 70% этой территории закрыто для прохода. Люди ставят затыкалки везде, где можно. Закрываются дворы, закрываются частные, получастные, такие, сякие, ни в коем случае. Везде, где можно закрыть, люди их закрывают. Никто не хочет. Улицы перекрываются, исключаются из обихода. И каждому человеку нравится захватить и закрыться, а не открыть. И это, казалось бы, такое общественное место, публичное. Это вообще такая история, где очень много туристов должно быть. Ничего подобного. Там негде пройти. Там 3-5 улиц свободных для движения. Ну, можно, конечно, объяснить это просто, что частную жизнь у людей отбирали, как я только что сказал, на протяжении многих лет. И сейчас идет реакция. Мы теперь как бы отвоевываем эту частную жизнь. Очень может быть, я готов с вами. Но пока этот процесс, видимо, устаканится, вот дать сейчас человеку со своими интересами прийти и навязывать эти интересы, ну так вообще не останется публичных пространств. Скажешь, норовит 40 сантиметров надкусить от тротуара. Понимаете? Так нельзя. Еще один известнейший во всем мире феномен, свойственный очень в частности и нашему человеку, это феномен местного эгоизма. Это попросту. Вы помните такую историю, когда надо было зоопарк в Москве распустить. И это была такая тема обсуждения. К сути, я сводилась к одному. Зоопарк нам в городе нужен, но только не под моими окнами. И так касалось всего. Нам нужны новые больницы, да? Не понимаю. Вот нам нужны новые, там, противотуберкулез, диспансер, да, нужны. Но только ни в коем случае не здесь, вот рядом с моим двором. И так далее. Выясняется, что все, что городу нужно, у меня быть не может. Кто-то должен же взять. Если идти от меня, от моей среды, от моих персональных интересов, то выясняется, сбалансировать это невозможно. Город лишается многого того, что ему нужно. Ну, наконец, еще один важный момент. Так уж случилось, но в большинстве своем наши с вами соотечественники, горожане, лишены некоторых очень важных качеств. В частности, лишены такого тотального чувства эстетики. Эстетическое качество в отношении физического окружения – это не наш козырь. Вот, скажем, в Италии это все происходит автоматически. А здесь не происходит. Вот, говоришь с человеком, опрашиваешь его по поводу парка, что я считаю, что парк надо сделать, пока люди не захотят, чтобы он был тотально эстетизирован, чтобы это все было там то-то и то-то. А человек мне говорит, так это же не мы. Это же они все делают. А нам нужно, чтобы деревья были. Посмотрите, вот трубы деревьев. А остальное? Остальное неважно. Не замечает. Не замечает поребрики, покрашенные зеленой и желтой краской. Не замечают урны, которые не могут стоять. Не замечают массу всего остального. Какие-то будки. То есть, туалет есть и есть, но уже замечательно. Какая там эстетика. И так далее, и так далее. Вот, понимаете, здесь есть некоторая правильная позиция. Жизнь, она вообще-то не эстетическое переживание. Жизнь и повседневность, она выше, чем эти все штуки. Но когда ты выходишь в публичное пространство, у тебя должны быть некие профессиональные навыки, в том числе связанные с этим. Ну и наконец, отсутствие интуиции и компромисса. Я уже об этом говорил. Мы не можем друг с другом договариваться и мы знаем об этом. Мы заранее обречены, что ни с тем нельзя говорить, ни с тем нельзя говорить. И получается, что компромисс – это дело профессионала. Вы понимаете, вот Аверинцев, замечательный наш философ, культуролог, он считал, что это прерогатива нашей культуры, прерогатива долгого такого отношения к нашим святым. Наши святые – крутые ребята. Наши святые всегда или изливали такую нечеловеческую благодать и всетерпение, или наоборот очень жестко и бескомпромиссно шли до конца. Что именно православие со своими особенностями насаждало вот эту и так исторически как бы воспринимало культуру бескомпромиссного отношения. Скажем, католичество, которое все в принципе построено на терпимости. У них не только есть ады рай, но есть чистилище. А православия этого как-то вот нету. Или туда, или туда. И там есть много каких-то таких вот вещей, которые носят специальные названия, ну попросту говоря, терпимости, вежливости и так далее. Которые смягчают возможности. Именно это не позволяет нам зачастую выйти просто так. Какой же напрашивается здесь вывод? Жить в городе и быть горожанином недостаточно для того, чтобы выйти в активную позицию и начинать заниматься городскими процессами. для этого нужно выйти из действительно своей позиции и начать активно взаимодействовать с профессионалами. И это является одной из главных задач активизма. И все же, есть ли у нас возможность изменить сложившуюся систему и вовлечь людей в процесс принятия решений? И зачем это надо? Да. Если вы хотите отстоять свое право на свою собственность, если вы хотите отстоять право иметь хороший вид из окна, если вы хотите иметь возможность, чтобы ваши дети жили не в том кошмаре, который нарастает, а в том, чтобы защитить его от воздействия. Вот это основание для активизма. И для этого надо сделать несколько вещей, которые мы сами сейчас пытаемся делать в высшей школе экономики. и которые я популяризирую и пытаюсь рассказать вам. Это три вещи. Надо изменить позицию профессионалов. Таких, как я. Таких, как здесь многие присутствующие. Надо учить и воспитывать людей и говорить, что главная профессия урбаниста и архитектора является не то, как вы творчески самовыражаетесь, а как вы сумеете построить идеалов с вашими потенциальными или реальными людьми, клиентами, окружениями, теми, которые вы непосредственно взаимодействуете. Второе. Необходимо внедрять новые технологии планирования, которые вы учитывали интересы людей и их возможности и желания занять активную позицию. И третье. Это последовательное изменение законов, законодательства, правил и практических действий, с помощью которых эти правила, право применения, то, что называется, действуют в городе. И какие для этого существуют практики? Ну, их сейчас немного, но они уже есть. Первая практика – это, конечно, активизм на уровне коллективной деятельности. Это создание групп, которые заинтересованы в чем-то, в какой-то или вы хотите отстоять собачью площадку, которую, где вы выгуливаете собак, но которая вот-вот должна пойти под бульдозер. или вы хотите отстоять свою площадку для спорта, или вам нужно паркинг, на который вы имеете право как жители этого места. В общем-то, надо взять себя, пересилить себя, дать себе импульс и заняться этим делом. И я думаю, что здесь главное вот это усилие сделать таким же систематическим, как усилие, когда мы делаем по поводу того, что надо заниматься утром физической зарядкой или надо что-то еще. То есть, это должно быть переписано в нашу повседневную повестку, в нашей обычной повседневной жизни. Второе мощное существующее основание для активизма – это интернет и различные сайты. Вот уже сейчас этого очень много. Есть большой сайт, который не очень хорошо работает, но тем не менее сделаны «Еополис». Есть «Урбан-урбан». Вот сидят люди, представляющие это. «Теплица социальных технологий». Есть другие сайты, которые позволяют отбивать те или иные там «Нет пробкам», «Дом-двор-дороги», как мне сегодня сказали, он переименован теперь сайт Навального, «РосЖКХ» и так далее. Но, тем не менее, вот есть такие сайты, которые создают вот эти активности и генерируют их. Но, кроме того, есть и другие возможности создания собственных чатов, создания страниц на Facebook. Мои студенты это сделали и ведут это очень успешно. Вот здесь присутствует студентка, которая этим занимается, очень интересно. Это доступно каждому из вас – создать такую страницу, свой чат своего двора, своего подъезда. И пытаться на этом чате решать самые главные, самые важные проблемы. Договариваться о том, если там плохо убирают или недостаточно часто меняют освещение, лампочки и так далее. Следующее. Надо, конечно, не бояться, а аккуратно давить и давить, давить на муниципальные власти. Пишите письма. Моя жена этим занимается регулярно. Она подходит к автобусной остановке, автобуса нет, она приходит домой, садится и пишет. Очередное заявление там. Вы посылаете на имя, что автобус такой, тогда-то не пришел, тогда-то отвечают и так далее. Я ей говорю, только рассылай это сразу во все инстанции. Не пиши в одну. Надо сразу в 50-60 инстанций засылать, чтобы люди понимали, насколько это все серьезно. Есть другие формы давления. Давить так или иначе на муниципальные и государственные организации нужно, отстаивая свою позицию. Наконец, сегодня законом разрешены публичные слушания. И мы их проводим. Не надо их игнорировать. И это моя последняя тема, на которую я ставлю жирную точку. Принимайте участие в различных формах активности, которые сейчас проявляют и муниципальные программы. И специалисты, и профессионалы. То, что сегодня есть. Активно это надо участвовать, надо в этом дать труд. Собственно говоря, активизм имеет много разных форм. От живого интереса, когда вы просто читаете книги и участвуете в этом как бы пассивно, до той формы, которая вам легче всего дается, которая связана. Главное разбудить в себе это чувство. Вы будете правы, вы будете неправы. Вам удастся это, не удастся. Вы будете находиться в состоянии некоторого самореализации. Или вы не будете удовлетворены. Не это важно. Важно проявить активность. Важно создать хоть какую-то, но критическую начало вот того давления, которое бы позволило нам противостоять с действием тех людей, которые мешают созданию привлекательной среды. Все, я закончил свой текст. Спасибо. Уважаемые слушатели, вы можете задать свой вопрос нашему лектору. Обязательно поднимайте руки. Добрый вечер. Спасибо большое за лекцию. Можно уточнение и два вопроса. Первое я хотел спросить уточнение. Я не очень понял, чем же отличается квартал от микрорайона. Вы много уделяли этому вопросу внимание, но в сущности различия как-то мне как неспециалисту непонятно. Могли бы вы ответить на то? А вы специалист чего? Хороший вопрос. Я журналист. Журналист? Да. Не специалист ни в чем, но занимающийся многими вопросами. Кто-нибудь из моих студентов, архитектор, кто-нибудь стать может и в двух словах объяснить? Пожалуйста. Микрорайон отличается от квартала тем, что квартал – это чаще всего периметральная застройка с меньшей площадью. Насколько я помню, в 50-х годах максимальная площадь квартала была 6-8 гектар, и это юго-запад. Микрорайон – это намного большая территория, до 11 гектар, которая ограничена улицами, но внутри нет никаких магистралей, и она служит для того, чтобы… Изначальная идея, чтобы можно было безопасно перемещаться внутри микрорайона. То есть, чтобы дети, когда шли в школу… Правильно. Есть это. А еще кто-нибудь может добавить? Добавить еще кто-нибудь может к этому? Да, пожалуйста. Между ними свободное пространство. И здесь вот Александр Аркадьевич не совсем правильно сказал, конечно, что это была тоталитарная идея. Это не тоталитарная была идея, это была идея, наоборот, гуманистическая, она пришла с Запада. Да, поэтому в этом не было злого умысла людей так растереть, в этом, наоборот, была гуманность проявлена. А что касается квартала, это исторический город. То есть, ну вот центр Москвы – это квартальная застройка. То есть, здания сомкнуты друг с другом, они образуют как бы замкнутый контур. И внутри этого контура вы ощущаете себя, ну, как бы хозяином. Да, вот вы живете во дворе, значит, двор ваш, и как бы вы чужаков уже смотрите несколько так, ну, отсеиваете уже их. Соответственно, в микрорайоне этого нет, потому что там нет двора, как бы нет замкнутого периметра. Вот, наверное, в этом принципиальное отличие. Совершенно верно. Ну, совершенно верно. Вот давайте еще раз обратим на это внимание. Вот, понимаете, кварталы не исторический город, вы не правы, в том смысле, что они возникли давным-давно. Кварталы возникли еще в доисторическое время. Первый, знаете, еще Милет нарисовал такой квартальный город греческий, да? Это уже такой развитый город. Дело в том, что в квартале вы всегда, то, что называется слово «артикулирование», вы четко понимаете, где проходит граница, поставленные дома, поставленные таким образом, что они дают вам точное понимание, где кончается граница вашего освоенного пространства, коллективного или личного, и том, где начинается не ваше, а публичное пространство. Микрорайон – это большая территория, как правило, тут правильно сказали. И дома поставлены, совершенно верно, самым замысловатым способом. Они поставлены так, поставлены вертикально, так, сяк, длинные, короткие. Вы не знаете, вот сейчас вы шаг сделали, вы вышли из своего как бы дома? Это уже другое, чье-то другого дома или нет? Невозможно найти некое пространство для нормального пешеходного движения, то, что называется улицы. Вроде что-то есть, но это неизвестно, это проезд или не проезд. Вот 80% Москвы сегодня – это вот это пространство с неартикулированными отношениями. Поэтому так трудно дается вот это интуитивное понимание, очень легко, кстати, воспроизводимое для человека, который жил, привык жить в исторической среде. Микрорайон – это физическая, конечно, такая расстановка и компоновка зданий. Считалось, что, почему здесь вот коллега сейчас упомянул об этом, что это не тоталитарный режим, потому что это рождалось в 30-е годы как огромное достижение санитарии, гигиены. Вы ставите дома, открытые солнцу, а только там дворы-колодцы говорили, а тут они все открыты солнцу. У вас неизвестно, куда повернуты улицы. Ну, кварталы они всегда имели, если там вход на улицу был, то это всегда оформлялось как парадное. Слово, это не даром возникло, это парадный вход. А в микрорайоне, знаете, входная группа, я извиняюсь, входная группа, там скамейки, бабушки сидят, коляски навалены. Это совершенно другой стиль жизни. В общем, разница между кварталами и микрорайон – это фундаментальная. Вот прогуляться по историческим кварталам или, как правильно заметила коллега, перейти в Ленинский проспект в начале района университета – это все так или иначе, но блоки, суперблоки квартальной застройки. Это не только исторический, я повторяю город. Сегодня я только что вернулся из нового района в Париже, где абсолютно воспроизведены вот такие же квартальные построения. Дома стоят довольно тесно, окружают внутри зеленое пространство, дома имеют выходы на улицы и в одном квартале соединены жилые дома, школы, офисы. Как мы встречаемся в Микс Юз. А теперь ваши вопросы. Да, вопросы. Спасибо за объяснение. Первый вопрос. Вот вы сказали о том, что власти, в общем-то, не заинтересованы в том, чтобы в гражданах создавалась какая-то активность, сознательность, поскольку это конкуренция какой-то монополии. Но вместе тем сейчас мы видим в Москве, по крайней мере, некие попытки власти самим создавать какие-то проекты, которые направлены на создание публичных зон, которые, по идее, как бы идут в этом ключе. Зачем тогда они это делают, как вы считаете? Ну, во-первых, не даром я вам сказал, что сейчас такой момент, я вам сказал, что активность надо проявить. Для этого есть некая потенциальная возможность. Это означает следующее, о том, что власть вступила действительно в следующий виток своего развития. И теперь она имитирует возможности контактов и взаимодействия с населением. Ну, я вот член различных многочисленных советов, и мы пытаемся так или иначе эту идею продвинуть. Ну, как бы, понимаете, весь мир уже этим занимается. И как бы, чтобы хорошо выглядеть, приходится заниматься и нашей власти. Другое дело, что в девяти случаях из десяти это выглядит как имитация, а не реальные движения. Ну, вот, например, возьмите сегодня эту ситуацию с публичными пространствами. Значит, ни с кем не посоветовавшись, власть практически там в лице одного человека выделила 30 пешеходных зон. 30! Понимаете, в городе чудовищный дефицит улиц. Как вы знаете, у нас в центре примерно 20% территории занято улицами, тогда как центральные зоны всех нормальных западных городов минимум 30%. А в хороших городах с мелкоразмерной ячеистой структурой вот этих кварталов доходит до 35-37%. А у нас 20%. В этих условиях просто немыслимо изъять улицу и превратить ее в пешеходное движение. Ну, сделать очередной Арбат, да, или сделать там Камергерский, Никольскую, да, Камергерский переулок. Надо, конечно. Что там? Их может делать все. Вы омертвляете, вы разрываете трафик. Где-то это можно сделать, где-то это нельзя сделать, неважно. Важно, что создание публичных пространств вот такого рода – это конфликтная ситуация. Надо понимать, создавая пешеходные зоны и делая как бы удобными и приятными для прогулки, вы еще больше ухудшаете ситуацию со связанностью дорожной, уличной сети, капиллярной сети. Вы разрушаете эту капиллярную, и это имеет тяжелые негативные последствия. Поэтому я бы сказал так, что власть сейчас действительно, в отличие от предыдущей формации, во многом существенно изменилась. Действительно, что создает благоприятный момент для городского активизма. Ну и потом, мне кажется, еще общество сейчас созрело для того, чтобы все-таки хоть как-то активно проявляться. Можно второй вопрос туда? Вы говорите о том, что то, что сейчас пытается делать власти, это в некотором роде имитация. Вместе с тем, насколько я знаю, в ВШУ есть некоторые, в общем-то, проекты совместно с городскими властями. Допустим, я уже живу, точнее, жил в районе Интерполио-Никулино, и у нас ВШУ планирует, в общем, заниматься активно. Мы активно работаем. Да, и занимаемся активно. Тогда скажите, как вы видите роль, в общем, свою и ВШУ в этом процессе, если, в общем, власти занимаются имитацией? Спасибо. Но я не власть, да? Нет, естественно. Я говорю, вашу роль, как ВШУ в этом взаимодействии с властями? Значит, мы занимаем позицию профессионала, который должен. Эта позиция заключается в посредниках. Мы должны оформить коммуникацию между людьми, властью и многими другими институтами. Тут не только власть. Система управления, она сегодня устроена довольно сложно. Тут дело не только власть, а дело в том, что разные технологии управления, там планы создаются, эти планы переходят другим, там разные уровни власти и так далее, и так далее. Все это можно сделать только лишь, если вы находитесь в некой позиции отдельно от всего этого. Поэтому, если коротко сказать, что с одной стороны надо работать креативно, создавая какие-то идеи, проектные предложения, чтобы люди видели, как может изменяться, трансформироваться их пространство. С другой стороны надо втягивать интересы людей. Нам сначала пришло три человека, знаете, драматическую историю, мы ее описывали, потом 8 человек, потом 40 человек и так далее. И вот мои коллеги не будут мне соврать, что главное, что они не то, что хотят, чтобы что-то там было сделано, они хотят, чтобы в этом месте фонтан убрали. Вот хотят тут убрать фонтан, а фонтан подарил сам Собянин. И власти говорят, нет, не можем, подарок Собянина нельзя выбрать. И так далее. Вот, значит, с одной стороны втянуть мнение людей, дать им возможность свои интересы канализовать, так сказать, образом и найти в этом решении, а с другой стороны через депутатов и через различные уже буквально властные структуры протащить вот эти интересы этих партнеров. Это самое трудное, кстати. Именно это взаимодействие, ну, в общем, с властями. Это даже, я повторяю, не власть, это технические, скорее, службы, которые живут в своих технологиях управления. Поэтому профессионалы занимают, и мы стараемся занять роль активных посредников, предлагать, менять. Постоянный поиск разных компромиссов и разных способов технологизировать это участие. Используя сайты, используя электронные формы общения и так далее. Ну, давайте другие еще вопросы. Вы, пожалуйста, одну секунду. Начнем с вас. Вы. Да. Спасибо большое. Меня зовут Наталья Чернышева. Я уже второй срок муниципальный депутат района Зюзина. Значит, вот с какой проблемой я сталкиваюсь. Значит, люди часто просят помочь с какими-то их личными проблемами. Там кому народный гараж не дать построить, кому там еще что-нибудь. Вот. А очень сложно… Вот когда… Мы уже поняли, как это делается. Это все можно сделать. И активность есть. Но активность именно на уровне только своего шкурного интереса, что называется. А вот если… А другое оно не бывает. Вот есть ли у вас какие-то мысли по поводу того, как объединить вот такие инициативные группы воедино, например, вот для выборов в Мосгордуму, скажем, вот, чтобы они объединились и голосовали за единого кандидата? Ну, вот давайте так скажем. Значит, вы говорите о более серьезной вещи, о перерастании активности в отношении интересов своего двора, своей среды в некую политическую активность, когда она выстраивается. Значит, я этим не занимаюсь. Наверное, это можно. Наверное. Но это особый разговор. Это надо специальные технологии. Я не политтехнолог, и не знаю, как это сделать. Вот мне понравилось ваше высказывание о том, что это шкурный интерес. Вот я хочу сказать, что других не бывает. Что активность, она всегда носит такой характер. И это понятно. Активность идет от субъекта. Он заинтересован только потому, он и встал на защиту своей среды, своих интересов. Понимаете, другого не дано. Вот роль ваша – это привлечь профессионалов, которые помогут вам выстроить компромиссную программу. Что да, мы удовлетворим твои интересы в той мере, в которой они не противоречат интересам твоего соседа. Предъявить ему этого соседа с другими интересами, свести их, а потом сказать, а вот, оказывается, есть решение, которое удовлетворит вас обоих. Ну, и не совсем так, и не совсем так. Вот это и есть профессиональная работа урбаниста, а не архитектора. Вот урбанист-планировщик занимается ровно вот этим. Ваш вопрос. Спасибо за возможность задать вопрос. Меня зовут Владимир Овита, я представляю общественное объединение, комитет 12 июня. Мы ставим весьма амбициозную задачу, ни больше, ни меньше, как существенно исправить и обновить систему управления нашим мегаполисом Москвой. Основываемся мы на следующей гипотезе, что если в основе нынешней системы управления городом положены вертикали органов исполнительной власти, численностью, как я недавно выяснила, более тысячи только органов, не должностных лиц, то с нашей точки зрения в основе управления реального человеческого, да, с человеческим лицом может лежать только самоуправление. То есть то самое самостоятельное под свою ответственность решение населением вопросов местного значения. по идее это вот та деятельность, где активизм может перерастать из отдельных спорадических движений души и тела, да. Систематическую работу. Систематическую совместную деятельность с муниципальными депутатами, с муниципальными администрациями. Вот у меня вопрос к вам именно как к профессионалу, все-таки что может стать единицей, вот более чем конкретно, вопрос территориальной единицей, на которой может существовать, соорганизовываться, представлять свои интересы городское сообщество. Потому что по идее мегаполис городского сообщества не может образовать, это несоразмерная человеку величина. А городской округ в масштабах Москвы, там неважно, юго-западный или северный тоже, да, это миллионники, они несоразмерные человеку. А микрорайон вроде бы как с одной стороны мало, с другой, как вы очень наглядно и ясно объяснили, в нем связи и плохо устанавливаются. Вот все-таки что? Это нынешние районы, где есть и исполнительная власть и местное самоуправление. Что соразмерно человеку, с вашей точки зрения? Это замечательный вопрос. Во-первых, это не такой простой вопрос, как кажется. Значит, это то, что вы сейчас говорите, мы недавно такую даже провели дискуссию с братьями по разуму, с географами. Эта дискуссия касалась того, что такое вернокулярные районы. Это некое понимание территории, которое объединяет социально-территориальную сообщность. Территория, в которой люди кровно заинтересованы, все проживающие, которые идентифицируют себя вместе, как часть этой территории. Вообще-то, строго говоря, к сожалению, знаете, как-то замечательный анекдот, когда человек спрашивает у врача, вот как мне быть, то-то и то-то и то-то, вот у меня болит, то-то и то. Он говорит, ну пойди к врачу. Так и здесь. К сожалению, ответ на ваш вопрос, как выделить ареал, с которым надо работать, первый главный ответ – надо обратиться к профессионалам. Вообще-то, приходите к нам, мы вам поможем. Мы дадим вам методику, как с помощью не очень сложных действий выяснить реальный ареал людей, который очень может быть, составит вот это социально-территориальное сообщество. Я повторяю, это не так просто его нащупать. Но это правильно. С этого надо начинать. Ваши вопросы? Как определить границы нашего верникулярного района проживания? Я бы так сказал, да, Катя? Да, если можно. Ну, или можно так немножко сказать, как определить район проживания, общий, идентичный для нашей социально-территориальной сообщества, локального сообщества. Вот так вот. Дело в том, что он не ограничивается вот непосредственно вот этим. Должно быть несколько сообществ, объединенных более важной части, такой фокальной точкой, которая их удерживает. Вот в рамках этой точки все, что стягивается, единство путей к метро, предположим, единство какого-то центрального ядра, вот оно и является том жизненным ареалом, достаточным по размерам, который вам нужен для создания организованной, такой самоорганизованной группы. Слушаю вас. Да. Ну, заранее спасибо за откровенности, за лекцию и за ответ, наверное, который последует. Несколько вопросов у меня есть к вам. Меня зовут Василий Крылов. Я как раз такой активист. Прошел достаточно большой сложный путь. К сожалению, не сначала слушал вашу лекцию. Может быть, что-то пропустил важное. Ничего. Что мне показалось несколько странным. Вы призываете людей к активности. призываете их становиться активистами, действовать. Можно сказать, утрированно вербуете их. Но при этом, как мне показалось, очень много говорилось о средствах. Потому что строительное проектирование, территориальное планирование – это, в общем-то, средства. А вот о целях, глобальных таких интересах, об этом, как мне показалось, сказано было очень мало. Потому что, как мне кажется, достаточно противоестественная такая высокая плотность размещения людей, она некомфортная, в общем, не очень нездоровая во многих случаях. Она должна преследовать какие-то достаточно серьезные цели. И, в общем, в советское время, о котором вы много говорили, такая цель, в общем, достаточно очевидно обозначалась. Это необходимость пропустить через проходные, значит, крупных производств и, так сказать, научно-образовательных центров единовременно большое количество людей. И на том уровне технологичества… Я понимаю. А вот все-таки приведите пример вот этой цели, о которой вы говорите. Целью, которую надо было обсуждать, как необходимость вот такого активного… Просто мне кажется, когда люди предлагают активно действовать, они очень легко могут попасть под влияние людей, которые специалисты и специалисты, так сказать, в самом вопросе и специалисты по манипулированию людьми, там, чьих-то интересов. Верно. Это очень больно. А как спасает от этого то, что люди формулируют те или иные цели? Спасает то, что они соотносят к себе не только средства, потому что показать привлекательное средство гораздо проще, чем показать привлекательно, заведомо непривлекательную цель. Как вы узнаете, какую цель вы ставите, насколько она привлекательна, насколько эта цель правильная, насколько ту цель, которую вы преследуете и сейчас мне сейчас выдвигаете, адекватно сообществу и вообще некоторым идеям? Каковы у вас для этого инструменты? Аксеология – это вообще довольно сложная вещь. Как вы это будете рефлексировать? Нет, я не предлагаю какую цель, я предлагаю как большую открытость в этом вопросе. Открытость? То есть показать людям цели. Вот мы видим город в таком виде. Например, город переуплотнен, да, Саш? У нас тут 10 миллионов живет в этой Москве несчастная. Ну, это спорно насчет 20. Есть разные оценки, 20 я никогда не слышал. Да, я слышал реальные оценки, связанные с 14 миллионами. Но это тоже вопрос спорный. Вы знаете, я видел, что такое 20 миллионов. Так между нами говорят. Я вот специально поехал в такие города. Я их никогда раньше не видел. Я поехал в Шанхай, Пекин, там немножко меньше, и в Сан-Пауло. Вот уж там точно. И это города, которые действительно в своей социальной пространственной ткани распадаются. Распадаются реально. Вы спрашиваете с людьми, далеко вы живете от центра города? Он говорит, в двух шагах. Ой, я так удобно, замечательно. Ткни на карте, покажи. Он показывает место в 30 километрах от исторического центра этого города. Батюшки, я спрашиваю. Вот здесь, да здесь? А где же твой центр? Он показывает мне место, которое является центром его локального сообщества. Это известная территория. Это когда мегаполисы уже выворачиваются наизнанку. Она описана для Лос-Анджелеса была. Так что Москва вообще-то не 20. Нет. Москва, наверное, действительно где-то там между 10 и 14 лет. Значит, я вам хочу сказать, что вопрос с целями, с помощью которых вы будете не ловцом рыбы, а ловцом душ человеческих, как сказал великий человек, это тоже не вполне ясная и прямая дорога. Цели также обманчивы, также призрачны. Я не говорил о целях, потому что я вообще-то мало верю в идею идеальной конструкции, которую мы с вами заранее знаем. Было такой период в урбанистике, когда все были заражены желанием придумать оптимальный город по размерам, по устройству, по социальному организации. И, в общем-то, этим все время занимались от возрождения средневековых мыслителей до последних дней. Вот как бы предлагая те цели, надо вот это, надо это. Я все-таки сторонник того, чтобы формирование целей, ради которых мы становимся активистами, шло одновременно с, я бы сказал, выстраиванием этого процесса. Вы свои цели сравниваете с другими, вы выслушаете профессионалов. Да, конечно, надо иметь большую, я сказал бы, защитительную способность, чтобы не поддаться манипулированию. Сто процентов. Огромное количество людей, которые, в общем-то, этим прекрасно пользуются и знают. И это большая опасность. Я с вами вот тут вот абсолютно согласен. Но это не такой простой рецепт, что если мы будем сейчас говорить о целях, каким нам хотелось бы видеть этот город, мы защищены от этого. Об этом можно поговорить, но я бы не стал бы это так уж особенно тотализировать. Я говорил о средствах для того, чтобы в большей степени, чтобы дать вам возможность сидящим здесь почувствовать эту материю. Вот примерно так. У вас еще какой-то вопрос? Да, если можно еще. Сейчас, одну секундочку. Давайте короткий. Первое, то, что мне немножко показалось, вы избегали такого слова нехорошего, как атомизация. И второе, ну, связанное. Какая? Атомизация. Атомизация? Атомизация населения, атомизация, разрыв связанности. Ну, именно в этом смысле слова атомизация. И второе, тоже как бы связанное с первым, ну, со вторым, третьим уже вопросом. Как вы считаете, можно ли происходящее с Москвой, то, что происходит объективно, сравнить, ну, вот в функциональном плане с развитием ракового опухоли? Как вы считаете? Спасибо. Знаете, я не силен в медицинских терминах. Я все-таки стараюсь излагать все это в терминах не иносказания, не метафорических. Я считаю, что это, знаете, рассказывать, как был такой замечен, Шаталин, замечательный экономист, который всю экономику рассказывал с помощью футбольных терминов. Он очень любил футбол. А когда он приходил, он был главой еще сообщества в Спартаку, он приходил туда и рассказывал им, как надо играть в футбол с помощью экономических терминов. Абсолютно точно выстраивая все теории, показывая, что это игра, все то же самое. Это такие метафоры сплошные, с помощью медицинских терминов, говорит, ну, что значит раковая опухоль? Мы можем говорить о том, как сейчас происходит развитие московской агломерации. Как идут процессы расширения ее, переструктуризации, то есть, ну, я не знаю, я не специалист, говорю, опухоли, не опухоли. Это отдельная тема, мы можем как-нибудь поговорить об этом. Слушаю вас. Добрый вечер. Азат Хасанов, архитектор. Вопрос у меня исходит из одного из посылов вашей лекции. Александр Аркевич, вот тот пример, который вы приводили, который вы проводите, вот Егор, я знаю, это Тарпарева, Николина. Это какая практика, это общественная активность или это уже профессиональная деятельность? И вообще, исходя из этого, мне интересно, есть ли в вашем понимании, какое ваше мнение, конвертация общественной активности в профессиональную деятельность? Здесь немножко как раз, ну, правильно сказали, с любой активностью есть шкурный интерес, правильно? Поэтому изменение позиции профессионалов, она наверняка связана с тем, что когда они увидят интерес в участии в этой активности, я думаю, что количество наших человек... Профессионалов увеличится. Наверное, да. Ну, во-первых, вы правы, а во-вторых, здесь чуть более еще интереснее по этому поводу. Вы знаете, в этом и заключается суть вот этих действий, новых профессиональных действий, что тут стирается грань между позицией активиста и позицией профессионала. Эта грань становится одной из главных умений профессионала. Вы начинаете в себе различать несколько разных субъектов. Практически вы не можете работать с этими сообществами, находясь в позиции профессионала. То, что сейчас происходит у нас, и то, что я пытаюсь своих молодых людей научить чему, они не очень хорошо поддаются пока. Но, тем не менее, я пытаюсь им объяснить, что то, что они делают, это включенное наблюдение. Понимаете? Это момент трансформации нескольких позиций. Вы находитесь в одной позиции и работаете как активист, в другой позиции как управленец, в третьей позиции как исследователь, который отстраняется от первых двух и оценивает то, что происходило. А потом вы переходите в другую позицию проектировщика, которому вообще все это не нужно. Архитектор, да? Прижмурился и нарисовал. Вот так вот. Клумбу еще одну засадил. Большое дело. И это тоже позиция. И вы снова выходите в другую плоскость. Умение создать в себе, почувствовать эти позиции разные. Это есть самый высокий уровень профессиональной интуиции. Вот только так можно работать. Это работа, которая стирает грани. Вы не можете прийти профессионалом и оставаться профессионалом. Вас люди не услышат. Вы будете просто с ними говорить на другом языке. Это бесполезно. Бесполезно. Именно потому и не удается построить коммуникацию. Что вы приходите к ним как профессионал и уходите как профессионал. Нет? Команду у нас собрать. В себе одном. Вы должны сами прежде всего стать такой командой внутри себя. А потом вам удастся уже и с другими людьми работать. Точно так же. Ваш вопрос. Спасибо большое за лекцию. У меня такой вопрос. Вы в самом начале упоминали, что город это по сути такая совокупность социальных практик. Да, общих социальных практик, которые каждый человек по всей дневности в соответствии с другими людьми рядом их проходит. Есть такая теория. Окей. А вы ее разделяете? Не вполне. Хорошо. Окей. Тогда может быть вопрос, он такой будет дискуссионный. Скажите, пожалуйста, проводили ли вы какие-нибудь мастер-классы, либо же воркшопы, когда вы брали какую-то социальную практику, вы являли в ней недостатки, ну исключительно такие архитектурно-проектировочного плана. То есть вам не нравилось с газостроительной точки зрения социальная практика. И ваши студенты, например, они… Ну почему же студенты? Ну неважно. Я проводил более серьезные вещи. Я вам сейчас расскажу. Я объясню просто, почему на студентов как бы делал упор. Эту практику каким-то образом модернизировали, причем изменения, которые вы предлагали, да, именно, ну внедрялись. Причем внедрялись не на том уровне, что были отправлены там 50 писем в различные инстанции, а так, чтобы ваши студенты понимали, как работает именно механизм запросов в эти инстанции. Подождите, подождите, подождите. В эти инстанции. Одну секунду. Одну секунду. Вы хотите понять что-то в рамках учебного процесса? Вы мне сразу скажите, что я пойму, как отвечать вам. Нет, я хочу понять, есть ли какие-либо воркшопы, доступные для свободного посещения, в рамках которых можно понять, как эффективно 50 писем отправить. Значит, мы попытаемся сделать, насчет писем не обещаю, мы такой воркшоп попытаемся сделать, у нас будет летняя школа специальная, где мы приглашаем всех активистов. Мы сейчас ее разработали, проект, мы вот его вывесим сейчас в интернете, на нашей странице будет объява, и все желающие могут принять участие в этой летней школе, где как раз эта летняя школа будет посвящена. Вот я говорю об этом публично, все уже, отступить тебе больше некуда. И она будет посвящена вот этим различным практикам работы активистами, в том числе мы сделаем внутри несколько проектов, которые люди должны будут сделать сами. Я-то думал, что вы сейчас другое у меня спросите, не то чтобы как поучиться и как воркшоп со студентами, а вот была ли у меня в жизни такая практика, когда меня было разруливать с какой-либо группой проблемы, ошибок архитектурного проекта? Ну я в этом не сомневался, что у вас такого опыт было. Поведаете? Правда, интересно это? Не устали, нет? Кронштадтский бульвар. Знаете, где это, да? Да, совершенно верно. Значит, лет 20 тому назад, на самом заре, это была перестройка, происходит следующее событие. Молодежный кооператив создается и строят дом. И натыкаются на жуткое сопротивление близлежащих домов. Молодые люди собрали там деньги, то, сё, комсомольцы, говорят, черт, тебя знает, не важно. Важно, что они пытаются построить дом. Забивают колышки, бульдозерят и всё. Ночью выходит живая цепь, колышки долой, под бульдозер ложатся. В общем, фантастическое противостояние. Пустое место, на самом деле, при этом. Значит, драматизм, то есть, да, меня зовут, чтобы как-то эту ситуацию разрешить. Первым делом я начинаю говорить с людьми. С ними, оказывается, вот тех комсомольцев, удальцев, ни разу не говорили. Они им пытались купить молоко, носить этим пенсионерам, хлеб носить домой. В общем, новогодние подарки им делать, не помогает. Вот говорить они с ними не говорили. Значит, выясняется, простая история, что вот это пустое, физически пустое пространство, не застроенное, на самом деле, совершенно не пустое. Жители вот этих домов двух на свои деньги, своими силами организовали там площадки для выгула собак. Они не видны вот так вот, невооруженным глазом. Потому что, ну, там посадили кусты, ну, там сделали то, сделали это, сделали в уголке скамеечки там какие. Причем скамеечки такие, что их вообще за скамеечки не примешь. Там срубили аккуратно бревна, покидали до них. И так далее, и так далее. И они страшно этим дорожат. Это было еще такое сложное время. И они там дорожки сделали, выложили. Там в этом доме нашелся какой-то строитель, у которого было свое суе, и они там помогали им материалами. В общем, там оказалась целая огромная активность по созданию вот этого ландшафта. Проектировщики из ДНИПИ генерального плана, которые сажали дом, которым заказал вот это молодежь объединения, они действовали по-другому. Там створ Кроншадского бульвара бьет вот так вот, и им надо было вот этот створ замкнуть высоткой. Они точно на плане прорисовали, определили это место, приехали, посмотрели. Пустое место, и мы в это место точно поставили дом. Точно вот на вот эту вот площадку, которая являлась, ну, самочной, активным проявлением среды вот этих двух домов. И никто, ни проектировщики, ни эти люди вот этого даже не подозревали. Значит, когда я всю эту историю раскопал, как эти планировщики делали, как вот это, то и все, я пришел к этим ребятам и сказал, если вы хотите выжить, вам надо передвинуть дом на 300 метров. И там есть место, то-то и то-то, там был рядом одно учреждение, у которого был такой неправильный забор. Вот там надо отрезать, сюда надо добавить, так далее, так далее, так далее. Этот дом сейчас уже стоит, переехавший на 300 метров. Они убедили проектировщиков, это называется перевязать, да, перепривязку сделать, да, вот этого готового дома перенести, там, перевязать, и изменили слегка сети и так далее, и так далее. Вот вам пример. Я делал это в рамках, то, что тогда называлось экспертиза. Меня привлекли к этому делать, и лет 20 называли, ну, больше даже, наверное, в конце 80-х годов. Да. Отвлекусь еще раз от общественных всяких проблем, и хотелось бы узнать ваше личное мнение, как профессионального урбаниста. Вы затрагивали тему улиц для транспорта и пешеходных, соответственно, особенно в центре Москвы. Конкретно вот у нас есть такая проблема, улица Рождественка, на которой находится Мархи, часть ее сейчас сделали пешеходной, совсем непонятно для чего и как. В итоге получился какой-то пешеходный угол, а не улица, то есть абсолютно нелогичное решение. Как вообще вот вы лично относитесь к подобным действиям правительства, создание подобных пешеходных улиц, непонятно где, непонятно зачем, и какое бы, например, вы могли предложить альтернативное решение? Я отношусь плохо. Я не считаю, что Рождественку надо делать пешеходные улицы. Я вообще к этому плохо отношусь. Вообще, если говорить так вот чуть-чуть ответься от этого, сказать, что улица, конечно, это не только и не столько пешеходная. Все-таки улица – это пространство пешехода. Но это не значит, что этот пешеход идет своими двоим. Дело в том, что общественный транспорт – это тоже пространство пешехода. Оно просто слегка, так сказать, инструментально оснащено, чтобы пешеходы двигаться. Но движение в общественном транспорте, оно подчиняется заходам пешеходного движения. У него минимальные разрывы между остановками, минимальная скорость и так далее, и так далее. Поэтому, конечно, улица – это пространство пешехода. И самое главное в улице – это сохранение непосредственной связи, непрерывность этой связи между людьми, перемещающимися по улице. Кстати, движение – это не главная цель улицы. Главная цель улицы, как сказал Гоголь, – всеобщая коммуникация. Это связь этих людей с фронтом, где есть входы в жилые дома, в магазины, в офисы и так далее. Поэтому движение общественного транспорта, общественного транспорта – это не есть препятствие для нормального функционирования публичного пространства. Нельзя, чтобы транспорт доминировал в этих пространствах, приобретал самостоятельную ценность, именно как вид транспортного средства. Вот для этого существует другой тип среды, который называется дорога, а не улица. И высшее такое проявлением дороги – это магистрали, скоростные дороги, специально выделенные пространства. Ну, в общем, таким образом, вся типология этих линейных объектов, она строится на фундаментальном различии улицы и дороги, но не пешеходного движения и общественного транспорта. Ваш вопрос был. А у вас есть, да? А, извините, пожалуйста, я не видел. Ну, дайте, вы следующий, да, пожалуйста. Спасибо большое вам за лекцию. На здоровье. Очень интересно. И я вот хотела заметить, что, как совершенно вы правильно сказали, горожане лишены тотального чувства эстетики. Но мне кажется, что не только горожане лишены, но и те, кто, грубо говоря, архитекторов кормит этого чувства эстетики. Они же тоже горожане, они же такие же горожане. Почему вы выделяете отсюда? Когда я была зеленой студенткой мархи, вот, у нас, конечно, тоже было возвышенное такое представление о том, что мы закончим институт и будем все проектировать как нужно, как нас учили. Но, когда мне пришло время зарабатывать, я поняла, что далеко все не так. Вот. И когда заказчики смотрели на меня круглыми глазами и говорили, что, ну, знаете, это я не могу за это вам заплатить. Это до свидания. Когда я пыталась что-то донести до… Это вам заказчик говорил или жена заказчика? Нет, заказчики, заказчики. Потому что еще в следующем периоде вам будет, ты сама, говорить, жена заказчика. Это еще более тяжелая ситуация. Да, я и сама работала, и в конторах работала, которые этим занимаются. Но, честно говоря, вот только один раз мне удалось донести свое мнение до заказчика. Потому что в остальных местах это был такой торг за углы. Да вы совершенно правы. Вот, как с этим быть? Гриша Ревзин. Потому что нам тоже нужно кушать. Гриша Ревзин написал замечательную историю о классицизме. Наверное, извините, перебью. Наверное, нужно архитекторам объединяться в какие-то сообщества, которые говорят нет. Нет, дон строю. Вот, например, у меня, честно говоря, наболело, потому что я живу в Измайлове. Хотите, я вам отвечу в принципиальной манере на этот вопрос? Я, конечно, мог там уклониться, с шутками отделаться, но я отвечу вам принципиально. Это на самом деле маленькая часть огромной проблемы персональной ответственности. Тут ничего не сделаешь. Ничего. Нюрнбергский процесс, вот он был весь на этом построен. Что люди выполняли приказания. В армии. Как ты можешь ослушаться приказа своего непосредственного военачальника? И Нюрнбергский процесс, собственно говоря, в конечном счете и высказался на этот счет однозначно. Это был очень сложный, в этом смысле, ровно философский момент оценки этой ситуации. Он сказал, что все равно в конечном счете проявление личной воли выше, чем любая другая ситуативность. Особенно, когда дело касалось, конечно, преступлений против человечности. Мы, конечно, с вами находимся в значительно более легкой ситуации. Ну, большое дело. Дом туда, дом сюда. Но, тем не менее, в принципиальной манере другого ответа здесь нет. Вы каждый раз должны решить вопрос для себя. И тут вам никто не будет помощником, кроме того человека, которому вы верите. Ну, то учителю с большой буквы, конечно. Вы можете разделить с ним этот путь, а можете не разделять. Вы можете выбрать себе в качестве этого учителя того человека, который вас научит, как обманывать самого себя. А можете выбрать в качестве учителя. Чего, Саша? Ну, подожди, а давай я поставлю… нам платят за нашу деньги перед всего муниципалитет это перед всего бюджет государственного муниципального мы особенно не в Москве мы не говорим во всех городах население иногда выходит активно иногда не очень активно и наступает против того что мы делаем за деньги муниципалитет но у населения нет мы не хотим сегодня оплатить профессионалом как решить вот эту проблему активизм это значит сейчас закончится когда у них деньги и все активисты были чтобы себе наступивших заработать ну вот я об этом говорил это вот социальная бедность мы все бедные и поэтому мы ничего не можем себе позволить и не можем позволить себе среду это Саша не тот случай я предлагаю всем здесь присутствующим посмотреть на тебя самого ты для меня лучший ответ на этот вопрос ты остаешься профессионалом иногда ты делаешь хорошие вещи иногда не очень но никогда еще я от тебя не видел не слышал чтобы ты пошел против своего убеждения вот ни разу мне некоторые твои работы и вот послушайте вот послушайте нет не так не так это значит ты интерпретируешь совершенно верно все и я говорю еще раз это выбор этих людей делаете так и делаете и вы правы хорошо я вам отвечу я отвечу вам про себя я повторяю вам еще раз услышьте меня это выбор который проходит через наше с вами сердце никакой внешней подсказки вы здесь не получите не надо никаких иллюзий понимаете я просто говорю в принципиальной манере я мог бы вам понапридумывать тысячу разных уловок но в конечном счете это ваш выбор и я вам отвечу как я на него отвечаю сам в своей практике может быть это вам и подходит но так уж это сложилось я стараюсь сделать всегда ровно столько и ровно то сколько позволяет мне ситуация никогда ситуация не позволяет мне сделать максимально так как хотел бы я сделать чтобы было хорошо но с другой стороны цена этого то что и все что я делаю оставляет для многих многих людей так было в перми кстати вы прекрасно знаете я из перми вынужден был уйти я 10 раз эту историю всем здесь присутствующим рассказывал это была цена вот этого и моей точки зрения я сделал столько сколько я мог потом мне сказали или гордеев с голландцами которые будут мучить город с этим мастерпланом или вы здесь в этой территории все конечно цена вопроса правил земли пользы застройки приняты и в городе против губернатора никто не пойдет все я ушел из города да извините пожалуйста сейчас мне кажется что у нас в этой точке мы сходимся с активизмом когда когда активизм наберет силу и его мнение будет обязательным по повышенной звуке изменяют по массу когда вот эта маленькая группа активных людей определяет вы или не вы представляя общество они говорят да не волшебное движение а активное движение тогда вам вы с ним как бы взаимодействуете вы с ним взаимодействуете он заказчиком и Девелопер подождите вот сейчас нет мы говорим про завтрашний день когда Девелопер вынужден будет согласовывать с жителями ну на самом деле как с активизмом и дело в том что во всем мире уже нельзя покрасить как красный забот свой или дом понимаете желтой краской да 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 и ну не можно это сделать и у нас как бы движение активизма должно в этом план превратить и тогда собственно говоря снято вот эти противоречия понимаете потому что вы в интересах эстетики вы в интересах людей собственно говоря ваша позиция очевидна что так сказать это нет саша говорит о второй серьезной вещи о том что мы часто находимся в ситуации когда непосредственный наш заказчик в лице того же муниципалитета хочет не то что хочется ему не то что он считает нужным сделать с точки зрения городского сообщества это вообще довольно коварная ситуация она еще ко всему прочему и опосредованно нашими профессиональными знаниями и умениями это еще вообще личный повод от рефлексии наших собственных профессиональных знаний саш между прочим очень много заключается в том что хорошо в этот момент задуматься а прав ли я то что хочу ваш вопрос спасибо последняя часть дискуссии была очень интересной спасибо за оценку моей лекции я понял нам было сразу с этого начать я тоже так думал что это самое интересное в его лекции а вопрос собственно говоря следующий в основном была речь о жилом пространстве и об атомизированных таких жителях которые в основном работают и находятся в других местах а интересно насколько востребовано востребовано услуги специалистов и профессионалов в таких локальных пространствах как университеты крупные предприятия там деловые кварталы насколько это востребовано и как вы с ними работаете я не особенно понимаю ваш вопрос еще раз вы говорите о жилых пространствах я говорю о публичных пространствах о городе вообще о разных пространствах о разных средах города а о чем вы говорите насколько востребованы услуги урбанистов при решении конкретных публичных пространств университетов например мне кажется вам что-то наболело мне кажется у вас есть какой-то интерес скажите ваш интерес по простому прямо хорошо по простому университетская среда оказывается территориально ограниченной и абсолютно социально никак не определенной что-нибудь там есть какие-то ростки движения там есть что-то что шевелится и думает в эту сторону я понимаю что там мархи или кто-то кто занимается я имею в виду технические вузы крупные я имею в виду тех кто как раз не знаю мне кажется с мархи как раз не очень удачный пример да сидящие здесь люди из мархи как раз это неудачно ну что мы этим начали заниматься высшая школа экономики наш университет вот здесь присутствующие люди мы непосредственно этим занимаемся мы занимаемся средой нашего университета у нас очень сложная ситуация наш университет это 35 зданий разбросанных по всей москве и мы пытаемся отконфигурировать вот эту сложную ситуацию каким-то образом создавая ну некие целостности ясно что это больше виртуальные целостности но тем не менее должны быть явно осмыслены и людьми и городским сообществом есть такие университеты университет стали из плавов задумался довольно серьезно до того как там он стал министром ректора задумался о том как будет выглядеть его новый кампус они за гордым делают и позвал довольно хороших архитекторов то и все это был неудачный опыт на мой взгляд не буду говорить кто это делал это сделал знаменитейший московский архитектор но это была архитектурная работа без того о чем говорите вы это может быть факторы созданием некой новой среды на какую среду можно создать если с утра до ночи думать о взаимодействии университета и города с большой буквы booking он может быть интересен городу и чем он может служить университету если видеть непосредственное взаимопоникновение сред людей экономик, если пытаться понять, что такое региональный университет, городской университет и так далее. Вот мне кажется, здесь лежит некое. Ну и потом есть просто стандартные ответы на этот вопрос. Важна цель так называемых, сейчас важно существование так называемых третьих пространств. Это такие пространства с необязательным поведением. Это пространство коворкинга или же пространство напряженной, но тем не менее незаметной дискуссии, которую вы ведете в таких курилках и так далее. Ну и много разных подобных вещей. Вот университетская среда для этого от этого очень выигрывает. Сейчас одну минуточку. Последний вопрос на сегодня. Почему? Надо уходить? Надо уходить, да? Ну хорошо. Да, спасибо. Вопрос следующий. Вот вы сказали то, что необходимо развивать законодательную базу, в том числе. Какие вы видите основные… Коля, ты не можешь у меня это спросить во время этого самого? Что? Занятия или вечера. То есть это настолько скучный вопрос, что… Да нет. Ну давай. Ну вот вкратце, какие вы видите основные направления, в которых надо развивать законодательную базу, например, на федеральном уровне? Ну вот что нужно еще доформировать? Ну если так честно говорить, на федеральном уровне все есть. Вот не надо, чтобы Минрегион ее портил эту законодательную базу. Градкодекс вполне достаточен для того, чтобы сделать все, что нужно. Другое дело сейчас необходимо привести в соответствие Градкодекс с совокупностью других законов. В частности, земельных законов, которые регулируют земельный кодекс и главное некоторые землепользования вопросы. Вот там действительно каша. Надо между собой водный кодекс, жилищный кодекс, лесные кодексы. Их надо всех согласовать с точки зрения доминирования идей, положенных в градостроительном кодексе с точки зрения различных процессов. Ну это целый долгий разговор, но мне кажется, не надо придумывать там новых законов, их надо между собой согласовать. Вот другое дело, правильный вопрос, который ты задаешь, связан с законодательной нормативной деятельностью на местном уровне. С нормативными актами местного самоуправления. Вот это действительно творчество. И здесь главным является следующее. Не надо стремиться на местном уровне к унификации своей ситуации, переписывать стандартные документы из других муниципалитетов. Собственно нормативная местная база, она тем интересна, что позволяет вам развиваться тем способом, который вы считаете нужным, ну конечно в рамках федерального законодательства. Спасибо, и от любых других. Например, в городе Москве… Не надо, время нет, вы говорите правильно. Да, это важно. В городе Москве есть муниципальное образование, но в отличие от всей остальной российской территории, муниципальных образований нет генеральных планов. Под предлогом необходимости обеспечения единства городского хозяйства, муниципальные образования этого права лишены. Есть только генплан города Москвы. Вот с вашей точки зрения, как профессионала, допустимо ли каждому московскому району иметь свой генеральный план, свои правила землепользования и застройки, или это разрушит единство городского пространства. Ну, вы понимаете, это вопрос не такой простой. Каждая территория внутри Москвы должна иметь свою стратегию и понимание того, как ей развиваться. То, что вы называете генеральным планом, это особый технологический документ, очень технический документ. Он не такой умственный документ, как вам кажется. Там много внутри этого документа технологий, которые вам надо выполнить. Это технологии согласования с различными другими ведомствами, с различными субъектами, и так далее, и так далее. Мне кажется, вот конкретно генеральный план на каждую территорию делать не стоит. А вот иметь собственную стратегию и отразить эту стратегию в генеральном плане Москвы и в правилах землепользования и застройки, чтобы каждая территория знала, что она хочет и могла в этом смысле отстаивать свои интересы при формировании документа. Вот это правильный ответ. Вот здесь бы я на этом пути вам бы помогал. Да. Быстро только. Быстро очень короткий, простой вопрос. Наш организатор нервничает. Вы сказали хорошее слово, употребили имитация, имитация взаимодействия властей с гражданами. У меня сложилось впечатление, что весь проект «Большая Москва» это была такая имитация. Это была декорация, дымовая завеса. Все сделано замечательно, прекрасно. Я был на этих презентациях, слушал материалы прекрасные, все замечательно, но делается это все так, как делается. То есть мы имеем красивую картинку перед мировым сообществом, перед профессиональным сообществом. Вы правы. На сегодняшний момент я могу сказать, что я разделяю ваше мнение. Хотя там была возможность это продвинуть и в другое русло, но пока это так. Еще вопросы? Последний, давайте, чтобы нам продуктивно. Есть ли у вас какие-то советы, опытом какого города можно воспользоваться для решения проблемы пробок у нас? Пробок? Да. Ну вот концентрическая вот эта система улиц. Ну вот какие-то города решают эти проблемы? Будапешт, например, Токио? Нет. Нет российских города эту проблему решать не могут. Это особый разговор и это долгий разговор. Но одно могу сказать, что нету одного королевского средства. Вот я вам сейчас скажу, вы его начинаете. Чтобы проблему эту хоть как-то смягчить и сделать, должно быть очень сложное, многомерное действие, затрагивающее технические, технологические, правовые, социальные, экономические вопросы. Множество сфер регулирования. Это сложнейший комплекс вопросов. И собственно говоря, свести их в одну модель никто не умеет пока. Это так называемые популяционные модели, в которых надо работать с разными сущностями. Ну, попросту говоря, коня и трепетную лань. Вот когда вы соедините вместе, тогда у вас не будет пробок. Для профессионалов пока сейчас в этой стране такие не народились. Ну, а с другой стороны, проблема пробок связана еще с тем, что наши власти очень гибкие, чрезмерно. И есть такие, как бы назвать их, девелоперы, которые рулят этой властью. Во многом транспортные решения связаны с деятельностью этих девелоперов и с их пожеланиями пропускать через себя огромный объем мы работаем. И, к сожалению, нашей власти – это один из серьезных. Может быть, он и был бы рад послушать нас, профессионалов, да, слишком давление империалистов. Кстати, вопрос по транспорту, борьбе с пробками. Вот Ленинградский проспект сейчас превращен в очень так… Ленинградский уже превращен на повестки Ленинградской. В очень такую своеобразную среду. То есть там развязки транспортные. Была такая парадная улица, достаточно красивая, интересная. Сейчас она разрыта, развязки в разных уровнях. Вот вы считаете, это как бы правильный путь? Нет, нет, это я считаю очень плохо. Даже тут нечего говорить. И самое главное, что сейчас и Ленинский проспект пойдет жертвой вот таких же девелоперских намерений. Ужас. 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 Нет, это… Да, да, да. Да, это так. Давайте поблагодарим лектора за интересную лекцию. Спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok